здравствуйте мои дорогие сегодня свершилось чудо выглянуло солнце в октябре в конце этого дня я может засниму еще пару роликов но сейчас только начало самое утро я хочу послушать книгу стендаль автора стендаль наверно уже концовка последняя часть что ж посмотрим что он нам расскажет в конце своей книге он едва меня знает в те редкие минуты когда я имею счастье его видеть я думаю о его матери небесную красоту которой он мне напоминает из которой мне тоже не позволено встречаться он находит верно мое лицо серьезным что для детей означает печальным ты меня страшишь сказала маркиза к чему клонится твоя речь к тому чтобы иметь при себе моего сына я хочу его видеть каждый день я хочу чтобы он привык любить меня я сам хочу иметь возможность его любить в силу роковой случайности я лишил счастье жить с теми кого обожаю я хочу иметь по крайней мере подле себя существо которое напоминало бы мне тебя и которая в некотором роде тебя бы заменяла все меня тяготит в моем вынужденном уединении ты знаешь что честолюбие стало пустым словом для меня все что не касается моих чувств и души кажется тягостным в той печали которая разделяет нас легко себе представить какой болью наполнила душу клейли горе ее друга особенно она была опечалена тем что чувствовала всю его правоту она стала даже подумывать о том не отказаться ли ей от данного обета она могла бы тогда принимать фабриции днем как всякого человека из общества а его репутации добродетельного человека было так прочно установлено что нечего было опасаться никакого злословия она сознавала что могла бы добиться снятия обета но боялась что это все равно не успокоит ее души и совести с другой стороны если бы даже она согласилась желанием фабриция то как это сделать маркис крешенцы не пожалел бы никаких денег чтобы обнаружить похищение ребенка если бы оно было произведено был еще один способ избегнуть опасности это отослать ребенка за границу в эдинбург или париж но с этим не могла примириться ее материнская любовь другой способ предложенный фабрицием заключал в себе нечто зловещее и запугал обезумевшую мать нужно сказал фабриции притвориться что ребенок заболел в отсутствие маркиза нужно изобразить что положение его ухудшалось и он умер этот план вызвал в клейлии такое отвращение что привел ее к разрыву с фабрицием однако это длилось недолго снова начались упреки разговоры со старыми и новыми аргументами слез было пролито очень много клейлия даже заболела она слишком любила фабриция чтобы постоянно отказывать ему в той жертве которую требовала любовь его к ней и к их сыну и вот однажды она изобразила дело так будто мальчик заболел маркиз призвал лучших врачей пармы но тут клейлия встретилась с большим затруднением о котором она не подумала надо было следить за тем чтобы ребенку не давали лекарств которые прописывали ему врачи и от которых он мог бы действительно заболеть однако ребенок от долгого лежания в постели в конце концов действительно захворал как сказать докторам о причине болезни раздираемые противоречием двух одинаково сильных чувств клейлия чуть не обезумела от горя следовало ли согласиться на мнимое выздоровление и разрушить таким образом весь план фабриция после столь тягостного притворства фабриций со своей стороны не мог простить себе того насилия который он совершил над сердцем своей возлюбленной но и от своего плана он не хотел отказаться он каждую ночь приходил в комнату ребенка и это вызвало новое осложнение клейлия иногда видела его при свете свечей что казалось ее бедному измученному сердцу ужасным грехом предвещавшим смерть сандрину тщетно самые знаменитые казуисты доказывали что обед при данных условиях может быть снят маркиза по-прежнему была в полном отчаянии фабриций заметил что его план может привести к смерти клейлии и ее сына он обратился с просьбой о помощи к своему другу графу мозга который при всей своей житейской опытности был чрезвычайно тронут этой истории любви которая была известна ему только в общих чертах я могу устроить так чтобы маркиз отлучился на 5 или 6 дней а когда это будет вам нужно через несколько времени фабриций пришел графу сказать ему что все готово и что отсутствие маркиза необходимо через два дня когда маркиз возвращался из одного из своих имений на него напали разбойники они усадили его в лодку и спустили с ним по течению реки по обобрав его предварительно до ники они высадили его на пустынном островке целых два дня пришлось затем употребить маркизу чтобы выбраться оттуда и приехать в парму он нашел дворец свой затянутым траурными тканями а своих домашних слезах прекрасно выполненное похищение повлекло однако весьма печальные последствия сандрина спрятанный в одном из прекрасных домов где маркиза ежедневно навещала его через несколько месяцев умер клейли вообразила что ее постигла справедливые наказания за то что она нарушила обед только на несколько месяцев пережила она своего любимого сына и тихо скончалась на руках своего возлюбленного фабрици слишком любил клейли слишком был верующим христианином чтобы покончить жизнь самоубийством через несколько дней после смерти клейли он подписал несколько дарственных записей завещав графине мозга часть своих земель а другую часть своей матери маркизе доль донго сообщив кому следовало что он оставляет архиепископскую кафедру и все свои должности он удалился в пармскую обитель расположенную в лесах в двух лье от сакка графинь мозга свое время одобрила возвращение мужа на его прежний пост первого министра но решительно отказалась вернуться во владение эрнеста пятого она устроила свой двор в виньяну на левом берегу по то есть в австрийских владениях в своем великолепном дворце она принимала по четвергам все высшее общество пармы а каждый день своих близких друзей словом графиня по-видимому наслаждалась полным счастьем но она ненадолго пережила фабриция которого обожала и который умер проведя в своей обители всего только год так странно и внезапно закончилась эта книга что я даже не успел осмыслить всего чем же она закончилась с обязательно посмотрю этот ролик и послушаю последние две фразы потому что чем она так закончилась я так и не понял так было интересно захватывающий на протяжении всех дней а потом резко и конец поэтому счастья вам удачи любви успеха и хороших приятных концов пока пока